Слушайте, ну сколько же он дурака будет валять, я не знаю. Александру Анатольевичу провокаторы звонили дважды. Почти слепому пенсионеру властный женский голос сообщил, у него огромная задолженность перед компанией «Союз». Сумму долгов не сообщили, зато пригрозили судом. Вы мусор выбрасываете строительный, вы должны штраф заплатить. Если вы не согласны, позвоните в приемную Маркова, Игоря Маркова. Я говорю, а чего? А это связано с выборами. Не секрет, что компания «Союз» принадлежит Игорю Маркову, лидеру партии «Родина». Телефонные звонки провокаторов являются кознями одного из оппонентов Маркова, говорят люди. О, и я тоже так сказала, и я сказала, что это Гончаренко работа. По словам женщин, провокаторы Гончаренко действуют по одному сценарию. Сообщают, что жильцов оштрафовали за неправильно выброшенный строительный мусор или напоминают им о несуществующих долгах перед «Союзом». Вот вы делали ремонт, а мусор выносили в альфатор, мы вам вышлем 250 гривен, а если не оплатите, мы подадим на суд. Что нам надо 450 гривен, не 400, не запомнила сколько заплатить, потому что в суд подадут на нас. Две недели тому мы сделали ремонт и выбросили мусор, а мы уже 10 лет тому делали ремонт. От фирмы «Союз» мы звоним, и говорят, вы квитанцию не получили на то, что вы делали ремонт, сбросили в мусорные вот эти ящики, а денег не заплатили. Вот сейчас придет квитанция. Я их послала на трибуку. Директор компании «Союз» Юрий Кривенко успокаивает жителей. С провокаторами должны разобраться правоохранители. У нас нет такой службы, которая этим занимается. Это первое. Во-вторых, мы не имеем прямых договоров с населением, поэтому мы не занимаемся никакими обзвонами, никакими рассылками. Мы просто честно делаем свою работу. Постарайтесь узнать номер телефона, с которым вам звонили, и обращайтесь в милицию. Это единственное, что я могу вам посоветовать, потому что с этим надо как-то бороться. Мы делаем со своей стороны все, что мы можем, но еще нужна поддержка населения, которые тоже будут обращаться с заявлениями милиции, пусть соответствующие органы этим занимаются.